Евангелие от Матфея, двадцать шестая глава Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим, Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежавшему на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили, К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину. Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие это в целом мире, сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я предам его. Они предложили ему тридцать серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему, где велишь нам приготовить тебе Пасху? Он сказал, пойдите в город к такому-то и скажите ему, учитель говорит, время мое близко. У тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцати учениками. И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи. Он же сказал в ответ, опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым сын человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. При этом и Иуда, предающий его, сказал, не я ли рови? И Иисус говорит ему, ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, примите, ешьте, это есть тело мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все. Ибо это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Говорю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего. И, воспевши, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же Моем предваряю вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ, если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. И Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. Говорит ему Петр, хотя бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимани, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил, Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще отошед другой раз молился, говоря, Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тот час, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, рави, и поцеловал его. И Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть? В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня? Это же все было. Да совершится, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса, отвели его к Айафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова, и вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И, встав, первосвященник сказал ему, что же ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему, ты сказал, даже сказывай вам отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется? Они же сказали в ответ, повинен смерти. Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по щекам и говорили, прореки нам, Христос, кто ударил тебя? Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом галилеянином. Но он отрекся перед всем и сказал, не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, этот был с Иисусом Назореем. И он опять отрекся, склятывая, что не знает того, человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И вышед вон, плакал горько. И отрекся от меня. И отрекся от меня. Продолжение следует...